Вторая серия седьмого сезона БХМ. Это типичная вторая серия седьмого сезона БХМ. В попытках искупить вину за смерть других, мы забыли о собственных жизнях. Мы должны вернуться. Мы так старательно пытаемся исправить себя, что даже не можем осознать, что быть немного сломанным это нормально. Это типичнейший обращик того, что началось с сериалом начиная с четвертого сезона. Авторы, сказочники, невероятные визуализаторы пришли и перепахали все так, что глаз нельзя отвести. Правда, все это касается вот именно что только картинки. Когда дело касается чего-то более серьезного, вроде адекватных диалогов, мотивов героев и логики сюжета, все начинает тонуть в невероятном пафосе и демагогии, отчего ты хочешь поскорее, чтобы эпизод закончился, несмотря даже на невероятные красоты этого мира. Новые герои снова появляются из ниоткуда и идут непонятно зачем и куда. Но давайте по существу. Начало серии мы почти полностью видели еще этим летом на Камиконе. Грейс уходит на поиски еды для малышки и на все про все у нее 6 часов. Конечно же, все так же невероятно круто с визуальной точки зрения, но только если не замечать и маленьких косяков. Например, что поверхности кожи у Грейс не защищены полностью. На лице у нее противогаз, да, хорошо, но шея-то открыта. Надо сказать, что авторы здесь тоже выбрали, ну, очень сложную тему для всех нас. 90% зрителей, скорее всего, почти ничего не знают о радиации, а потому такие маленькие проблемки, наверное, можно спустить на нет. С другой стороны, Грейс, как никто другой в этой вселенной, знает про радиационное излучение. И давайте просто допустим, что дорога, по которой она шла и дом, где она была, были при нормальных дозах радиофона. В то же время, иногда смотря на то, как герои то одевают маски, то их снимают, то работают на открытом воздухе без защиты или даже общаются с сильно облученными и при этом не переживают, вызывают у меня разные эмоции. Конечно, можно списать все на опыт Грейс, но больше ощущается та самая треклятая сценарная броня. У рандомов из этой серии, даже не бывших в Кураторе Взрыва, разложилось почти все лицо. У Моргана же и Грейс, явно уже несколько раз выходивших наружу из лодки за припасами, вообще нет ни одного ожога. Опять же, все мы с вами не специалисты, и, скорее всего, все зависит от множества факторов, в частности, от личного иммунитета каждого. Но все равно, когда Морган снаружи, за кадром, каким-то чудом, собирают целую тачку из говна и палок, обклеивает ее скотчем и говорит, что она безопасна, ну, это, мягко говоря, вызывает вопросы. Морган, как ты умудрился все это сделать? Ты супермен? Да я уверен, что одна эта машина имела бы такой фон, что ехать на ней было бы себе дороже, не говоря уже, что внутри снимать маски. В этом вот и ощущается вот эта проблематичность этих новых серий. Я кайфую от невероятного визуала, песка и желтизны. Но все рушится, когда в дело вмешиваются сомнения. Например, когда в финале серии Морган наезжает на своей машине на толпу супер-мега облученных ходячих. Они из Хритера. Будьте осторожны. Они разваливаются, если ударить. Лучше, чтобы по вам не попало. И потом в эту же машину они вместе с Грейс садятся и уезжают. Мне кажется, что уже от этого удара и от столкновения с этими мертвецами сама машина вся еще стала более зараженной. Нельзя просто так взять на ней и ехать, да еще и без маски. И другая сторона этой серии. Моральная. Знаете, я абсолютно понимаю Грейс. Она устала. Она устала от потерь, что погибли все ее коллеги, потом ее ребенок, а теперь еще и к старым бедам с мертвецами добавилась радиация. Логичный вопрос. Зачем вообще бороться тогда? За что? За призрачную надежду найти нефонящую банку фасоли? В то же время авторы и делают правильный уклон на то, что Грейс не может просто так взять и переключиться на чужого ребенка, как на своего. Психология матери, потерявшая недавно своего ребенка, именно такая. Она не может воспринимать по факту чужое дитя своим сразу же. Где-то на подсознании она его наоборот ненавидит. Ненавидит за то, что оно живо, а ее ребенок нет. Поэтому Грейс и не любит в начале Мо. Она пытается всеми силами не сидеть с ней, и уж тем более не петь ей песню. Ей лучше самой умереть, и эта линия внутренней борьбы за смысл жить проходит красной чертой сквозь всю серию. Да, ситуация сложная, и она даже реалистичная. Вот только многим ли из нас захочется все 45 минут серии смотреть на душевные терзания несостоявшейся матери? Мир жесток вокруг, как и зрители этого шоу. Грейс ноет, плачет, капризничает, категорично хочет сначала остаться умирать, и на это уходит очень много хронометража. Я сам ловил себя на мысли, чтобы Морган уже бросил ее здесь, посреди поля. Так это было нудно. Но потом в серию вводят другую пару несчастных, и они эта Грейс вроде как и раскрывают глаза. Когда опасность смерти, пусть и чужому ребенку, так явно рядом с ней, она не может просто взять и стерпеть. Сильный стресс или эмоция убийства мужчины будто отрезвляет ее. Теперь она уже готова сберечь и эту малютку. Поэтому она садится в машину к Моргану и соглашается снова ехать на эту лодку. А чтобы закольцевать эту линию принятия новых правил мира для Грейс, сказочники подсовывают ей и библейское яблоко-змеи-искусителя Стрэнда. Говард предлагает ей с ребенком лучшие условия и еду именно на башне этого греха. Скорее всего, Грейс вначале согласилась бы на это. Но именно сейчас, в конце серии, эмоции у нее устаканились. Морган спас ее и ребенка, а значит снова появилась надежда дальше жить. А чтобы чудо окончательно свершилось под финал эпизода, сказочники придумывают спасение под полом. Много еды еще есть на несколько месяцев. Но не сказка ли? Сказка. И вот эта вот нарочитая сказочность первых двух серий как раз для меня и портит большую часть ощущений от этого невероятно красивого пока сезона. Все пока, ну как-то уж слишком грубо. Стрэнд – это зло, Змею-искуситель со сладким яблоком греха, Грейс и Морган, Адам и Ева, что пытаются по максимуму соответствовать старой святости в новом гнилом мире, все очень нарочито схематично. И нет ощущения какого-то что ли эксцесса, выхода за рамки, когда даже самый хороший поступок оборачивается реально плохо. Если бы Грейс все-таки согласилась уйти с малышкой к Стрэнду, потому что у него есть реально еда для ребенка, для меня это было бы более неожиданно и правильно. Правильно с точки зрения сценария. Уже появилась бы проблема, уже бы появились вопросы к личности Грейс. Так ли она свята? Но в итоге все равно все заканчивается хэппи-эндом. А чтобы в сюжете был не просто один Змеи-искуситель Стрэнд, ему и на помощь добавляют еще одного слугу Люцифера, брата-близнеца-охотника из шестого сезона. Он ищет все того же Моргана, и кажется, это еще один персонаж из ниоткуда, как и отец Дори когда-то в прошлом сезоне. Но не умеют наши сказочники-шураннеры без проблем. Не умеют никак. Субтитры сделал DimaTorzok